Всем привет! Добрый день! Знаете, где мы находимся? Мы находимся в Праге. И эта улица, на которой мы сейчас стоим, называется Пушкиново-намести. То есть, площадь имени Пушкина. И Александр Сергеевич, здравствуйте! Вот так-то. В Праге есть памятник Пушкин. Так что вот так вот. Пока где-то борются с памятниками. Здесь, слава богу, он стоит. Краской его не обливают, не вандалят и не сносят. Ну, во-первых, конечно же, Пушкин. Памятник себе воздвиг, не рукотворный. И всем борцам с памятниками Пушкина. Они все закончат на помойке истории. А Пушкин, он на века. Вот так. Так что вот такой весь памятник в Праге. Мы недавно показывали памятник Тараса Григоровича Шевченко, а теперь вот вам показали памятник Александра Сергеевича Пушкина. И еще об одном памятнике я вам хочу рассказать. Но этот памятник когда-то находился в городе Херсоне. Я вам расскажу об этом памятнике и покажу. Вот. Ну, а пока я вам буду рассказывать, мы поедем с Владой в центр города и продолжим наши старые добрые сплетни. О, у нас их много. Улица, на которой проходило мое советское детство, находилась на юге Украины в городе Херсон и называлась очень серьезно Чекистов, что придавало нам, жителям первого херсонского обкомовского дома, уверенность в том, что мы все как один носим звание почетный Чекист. Уверенность в этом подкрепляла находящиеся через дорогу здание КГБ и стоящий по соседству памятник Железному Феликсу. Сейчас, конечно, смешно вспоминать, как за мелкие детские хулиганские выходки во дворе наши самые серьезные чекистские бабушки, сидящие в наблюдательном пункте посреди двора, пугали нас не милицией, а исключительно КГБ. Если верить им, то за каждую детскую шалость за нами должен был приехать Черный Воронок. А так как ему ехать за нами было недалеко, а правонарушения у меня происходили часто, то жилая, как на вулкане, в постоянном ожидании того, что за мной придут. Но однажды я непроизвольно стала агентом КГБ. Как я уже упоминала ранее, рядом с нашим домом стоял памятник самому главному чекисту Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Выговаривать имя Железного Феликса все дети нашего дома учились раньше, чем ходить. Да и свои первые шаги многие делали под его чутким наблюдением. Ведь памятник стоял в парке, в котором любило отдыхать не одно поколение жителей улицы Чекистов. Естественно, парк носил имя Ленина. А еще наш дом называли Первый Обкомовский. И не зря. В нем раньше жили члены партии и их семьи. Я к ним имела прямое отношение, так как мой дедушка занимал высокую должность в обкоме. В те времена, к нам на юг. Из тогда еще Ленинграда приезжала сестра моей бабушки. Она была настоящая ленинградка, фронтовичка и, естественно, коммунистка. Помню, как она курила у открытого окна. А я переживала, что из КГБ увидят. И тогда врагов народа в нашей семье будет уже двое. Ведь, если верить бабушкам-соседкам, не только бегание с палками по двору, но еще и курение местными мальчишками тоже жестко наказывалось товарищами из комитета. И если мальчишек-хулиганов, иногда курящих в кусах во дворе, мне было совсем не жаль, то вот бабушку Полину отдавать в лапы правосудия мне не хотелось. Приезжала бабушка Полина из Ленинграда не сама, а в сопровождении своей внучки, моей ровесницы Наташи. Когда они приезжали, мы втроем, я, бабушка Полина и Наташа, ходили гулять в парк. Вот тогда-то я и стала агентом. Прогулка по парку начиналась с того, что мы здоровались с Феликсом Эдмундовичем. Понимаю, что звучит это странно. Выглядело, думаю, тоже. Но из песни слов не выкинешь. Бабушка Полина, зайдя в парк, торжественно подводила нас с сестрой к памятнику со словами. Доброе утро, Феликс Эдмундович, а вот и мы. Мы с сестрой стояли молча по бокам, а мысли наши были на другом конце парка возле ларька с мороженым. Окончив торжественную часть приветствия, мы шли на прогулку. Потом мы возвращались домой, и опять наш путь лежал мимо памятника. И если кто-то думает, что мы ограничивались только утренним приветствием, то он ошибается. Перед выходом из парка была обязательная заключительная часть. Отчет о прогулке и прощание до завтра. Отчет, естественно, делался памятнику. И вот однажды мы в очередной раз пришли в парк. Все шло как обычно. Поприветствовав Феликса, мы двинулись дальше. Как вдруг видим, на своем светлом коммунистическом пути, ведущем нас к моим любимым аттракционам, то, чему здесь явно не место. Всем нам стало ясно, что сделать это могла только какая-то контра. Причем недобитая радуясь, что не вступили. И возмущаясь отсутствием коммунистической дисциплины среди некоторых элементов, мы, обойдя это препятствие, пошли дальше. И вот пришла пора возвращаться. Все шло своим ходом. Бабушка Полина нас подвела попрощаться с Феликсом Эдмундовичем. И заодно отчиталась, что уверенном ему парке все хорошо. Возможно, именно тогда я впервые сознательно слушала ее доклад. А все потому, что ждала, когда же она расскажет о вопиющем случае, с которым мы сегодня столкнулись. Но бабушка Полина решила об этом умолчать. И тут я, забыв все нормы приличия, взглянув в бронзовые глаза Феликса, громко произнесла «В парке лежит говно». Реакцию Феликса Эдмундовича я не увидела. Бабушка Полина схватила меня за руку, и мы побежали домой, толком не успев проститься с памятником. А дома мне сказали, что слово «говно» это плохо, особенно если вслух. Я потом долго переживала, что это слово услышали товарищи чекисты. И теперь у меня точно крышка. Но, с другой стороны, должен же был найтись кто-то смелый, и им это сказать, если другие боятся. И пусть лучше это буду я. Тем более, за день до этого мы с подругой раскопали во дворе яму, в надежде построить в городе метро. А потом оказалось, что копать метро на клумбе нельзя. А до этого мы были схвачены бдительным соседом за попрошайничество возле мусорки. И поэтому, за что меня арестует КГБ, за метро, за говно, или за фразу «Дяденька, подайте, пожалуйста, на жвачку», стало абсолютно все равно. Но товарищи чекисты за мной так и не пришли. Видимо, все-таки они оценили мою правду, высказанную в лицо Феликсу. С тех пор прошло много лет. Я сменила не только улицу, но, как и положено агенту, несколько раз фамилию и даже страну. В 2014 году свергли памятник Ленину, стоящий в центре Херсона. Я, конечно, не ленинец, но ломать не строить. Если пришла пора убрать памятник, то можно это сделать более цивилизованным способом. А вот с памятником товарищу Дзержинскому все не так просто. До того, как к нему успели добраться люди, желающие его разрушить, бронзового чекиста в обстановке строгой секретности демонтировали и, погрузив грузовик, увезли в неизвестном направлении. Флага у нас не было такого. Вот это были мои окна. Здесь у нас было КГБ. Сейчас здесь СБУ. В общем-то то же самое, только СБУ. Вот наш два. Когда-то стоял у нас памятник Феликсу Ильмундовичу Дзержинскому. Все, что от него осталось. Вот. Вот все, что от него короче осталось. Дом наш не видно. Вот наш дом выглядывает. Ну, а мы, между тем, пришли в один парк, который... Какой он хороший! Хороший. А мы, между тем, пришли в один парк. Это уже попытка номер два. Потому что мы пару недель назад сюда приходили. А оказалось на кассе, что принимают только наличные. Потому что вход в парк платный, стоит 50 крон. Мы принимаем только наличные. У нас наличных не было и нас не пустили. Сегодня мы взяли наличные. Дадим 100 крон. И покажем вам парк. А женщина, которая сидит на кассе, которая принимает только наличные, вечером сядет в свой Мерседес. Человеку, который собирает кассу в конце дня, скажет, что был только один человек. А остальные деньги положит себе в карман. Сядет в Мерседес и уедет. Потому что как это только наличные. Как красиво. Там виноград зреет. Посмотрите, какая красота за 50 крон. Но мы обвинили женщину. Сказали, что на сядует свой Мерседес, который купила у нас экономленные, у нас обранные посетители 50 крон. Нет. Не сядет. Потому что она все по-честному делает. Она нам дала. Через кассу провела наш. 100 крон и дала нам пилетик. Смотрите, как красиво. Но это не этот парк. Мы думали, что это... Не, может оно. Не, не, не. Ворота закрыты. Там какая красота. Это просто на посольственном. А, да. А здесь виноград. Посмотрите. Лада уже заточила немытый виноград. Попробовала. Очень вкусно. Говорит, что вкуснее, чем во Франции. Во Франции тот, который... Из которого потом сделают шампанское. Я сюда пробую. Да. О, зараза к заразе не пристает. Посмотрите, какие пушистые вещи здесь растут. Это каштан? Это каштан? Разве? Это не каштан. Это не каштан. Я не знаю. Это каштан тоже пушистый. Но каштан, они такие листья. А. Это не каштан. Что это пушистое? И вот еще одно дерево такое. Ну, виноград прям усыпан гроздьями. Вот еще во Франции. Во Франции не такой богатый. Да. Да, да, да. Кстати, шампанские эти, виноградники. Там поменьше этих ягод. Как красиво. Вот за 50 крон какая красота. Я не знаю, если это что я делаю. А это что? Вишню взять можно? Да нет. Или думаешь вишню? Можешь попробовать? Нет, не хочу. А мы очень вкусные. Ну, собери себе пару ведер. Посмотрите, какая красота. И еще, кстати, да. Здесь делают вино. Как я уже говорила ранее, чешское вино. Ну, главное то, которое с юга, с юга Чехии. Но очень хорошее. Оно очень-очень хорошее. Ну, вот здесь тоже делают вино. Здесь можно его попробовать. Посмотрите, как красиво. Субтитры сделал DimaTorzok. И вот, посмотрите, это выход, он же и вход. И вот, посмотрите, где мы оказались. Это знаменитая лестница, которая вас приведет к пражскому граду. Ну, сад меньше, чем мы ожидали. Все, вышли мы возле Пражского Града. И маленький, абсолютно маленький этот сад, парк, не знаю, стоит 50 крон. На 50 крон Вада наела виноград немытого. А потом мы вам расскажем, что было дальше. После того, как она поела немытый виноград. Ой, красота! И совсем рядом с платным парком есть бесплатный. С очень красивым видом на Прагу. И тоже он находится у стен Пражского Града. Вот, смотрите, как здесь красиво. Я смотрела на это и думала, что делать вдруг, если кто-то упадет. Я вот знаю, что так жила, что мне надо было знать. Я бы сразу узнала, что делать. Сейчас мы вам кое-что расскажем. Ну, это не сильно смешно, на самом деле. Это я смеюсь не с себя. Влада связалась, что она единственная на всю Прагу, которая кое-что знает. Ну, не единственная, она одна из немногих. Сейчас мы вам расскажем ужасную историю. Как здесь красиво. Вот какая здесь красивая площадка. Посмотрите, с каким видом мы сидим. Красота! Если бы еще не парила, потому что адская жара. В Праге стоят эти дни просто адская жара. Тропы. А? Тропы. Да, тропики прям. Тропы. Недавно мы рассказывали... Ну, вообще в Праге произошло... Был в Праге черный день. Произошло две трагедии. В одной истории человеку на голову упал камень сверху и он умер. Он сидел на остановке. А во второй истории слепой человек упал на рельсы. И его переехал поезд. И да, в метро. И поначалу все думали, что он спахал себе вражду. То есть покончил с собой. Себевражда это покончить с собой. Вот везде писали, что это себе вражда. Но позже выяснилась ужасная вещь. Именно ужасная. И да, абсурдная такая. Ужасная. Вообще, я говорю, этот день был, этот черный день был. Причем абсурда. В одном случае, говорю, просто упал камень. Камень на голову. Человек сидел на остановке. Над ним была стеклянная крыша. Сверху падает камень, пробивает крышу. Семь человек на остановке, один погибает. Вот. А во второй истории падает под поезд человек, который не видел. И вот что выяснилось. Он нечаянно упал под поезд. Он нечаянно упал на рельсы. Человек не видит. Когда он упал, поезд стоял на соседней станции метро. Был фиг знает где. Вот. На предыдущей станции метро был поезд, когда этот человек упал. А что, две минуты было? Время? Да. Время было, чтобы его спасти. Люди начали его спасать. Но не успели. Потому что приехал поезд и его переехал. поезд. Но самое страшное в этой истории это то, что на каждой станции метро в Праге так точно существуют кнопки, которыми можно остановить. Ну, как стоп-кран. Вот. На каждой платформе в Чехии, в Праге, на каждой платформе четыре кнопки вроде бы есть. А они находятся... На каждой стороне? Да. В общем, на каждой стороне по две. И они находятся прямо на платформе. И если бы кто-нибудь нажал на эту кнопку, поезд бы остановился, и он бы не ехал, и человека бы достали. Да, да. В общем, ему пытались помочь, но никто не знал об этих кнопках. Более того, что еще страшней, что люди звонили в полицию. Полиция не посоветовала нажать кнопку. То есть и полиция не знала. После этого, ну, когда уже была... Трагедия произошла, человек погиб. Ну, есть видео просто, как люди пытаются его вытащить. И по видео понятно, что никто не знает, что делать. Да, никто не знал. А Влада говорит, а я знала, что это кнопка. А она говорит, я в детстве стояла, смотрела, когда-то, думала, что делать, если нужно кого-то спасти. Ну, это многие люди. Ну, да. Есть анкеты сейчас, где люди голосуют, если знали, не знали. Да. Большинство людей, подавляющее большинство, 70-90. Да. Не знали, что это кнопка и для чего она. Сейчас всем рассказывают об этом. Везде... Сейчас прям везде фотография этой кнопки. Вот она для этих целей, что если нужно остановить поезд, и можно... Это как стоп-кран работает. Вот Влада говорит, а я в детстве все время смотрела, смотрела на эти кнопки и думала, что... Тревожность. Да. Ну, она такая. Сто раз перестрахуюсь. Вот. И она знала, что эту кнопку можно нажать. Ну, вот она знала. Ну, а вот люди, которые были в тот момент, а в метро, это тем более станция Крежикова, там много людей обычно на этой станции. То есть только людей стояло. Ну, ладно, люди. Ну, полиция не знала. И человека не спасли. Все, человека нет. Мало того, что он и так незрячий, так еще и погиб вот так. Ужас. Да, это еще там потому, что там же есть камеры, там есть наблюдения на станциях. Да, да. Дежурные. Дежурные сидели. Но у них, оказывается, работа такая, что они не только сами платформу смотрят, а там за эскалаторами. У них очень много работы, они не успевают за всем смотреть. И вот тоже могли остановить поезд они, а там никого не было, скорее всего. Вот, вот, пожалуйста. Столько факторов совпало. Те, кто должен за этим смотреть, не посмотрели, куда нужно посмотреть. Ну, они не должны посмотреть. Не очень много другой работы. Ну, очень много другой работы. Ну, посидите больше людей, вот и все. Ну, это деньги. Да, это деньги. Сейчас все экономят. Полиция, которая должна тоже знать лозунг чешской полиции, помогать и охранять. Помогать, охранить. Это написано на всех машинах полиции. То есть полиция, которая должна была знать, как помочь, не знала. Ну, и люди не знали. Вот так вот. Ну, теперь будут знать. Да, теперь света везде в новостях. Да, это теперь во всех новостях. Было достаточно, чтобы люди знали о кнопке. Да, сначала бы этот чек был жив. Вот так вот. Очень жаль. Как здесь красиво этот купол смотрится через колонны. Вообще великолепно красиво здесь. Ну, а мы пойдем дальше, но пока мы идем, я вам покажу, как мы в 2021 году из Киева ехали в Херсон. Покажу нашу дорогу. Мы ехали на машине и что с нами в пути произошло. Ну, а мы между тем пойдем дальше. Приключение начинается. Приключение. Поездка из Киева в Херсон не могла пройти гладко. Посреди дороги у нас вот на колесах. Вот тут она была весома. Предсказуем с такими-то дорогами. Я чувствую меня спросить, он попракрывался просто посреди трассы? Нет. Все. А! 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 Все. Доп! Херсон наш причин! Мьныbe, мел? Субтитры сделал DimaTorzok 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 местных. Там туда не ходят иностранцы, туда ходят только местные. Что это за пицца, я не знаю. Для меня пицца вообще не может быть никакой там необыкновенной. Ну, это место, оно крутое, как вы считаете. Крутое место. В общем, если мы сегодня попадем в эту пиццерию, мы вам ее покажем. А может, и попадем там в резервантную отделку? Ну да, похоже, что мы не попадем. Но если попадем в другое место, покажем вам другое. Не надо даже думать, какое. Надо думать, какое. Хочется чего-то необычного. Звони. Ну, посмотри. Мы что, будем звонить? А сколько времени? Еще 15-40. Ну, звони. И вуаля. Место есть для нас. А, у них пауза в кухине даже. А, ну, короче. Павада позвонила, говорит, нам нужно два места на вашу легендарную пиццу. Они говорят, да, приходите. В общем, не такая она получается и легендарная. В субботу там есть место. Нет, ну да. На двух. Вы тогда делали резервацию на субботу и не сделали. Да, я об этой пицце тоже очень много слышу. Так что сейчас я еще ее увижу и вам покажу. Посмотрите, сколько у нас здесь лодочек. Посмотрите. Это только на одной стороне. На второй стороне там тоже отсюда не видно. А вот мы читаем про эту пиццерию, в которую мы идем. И там история такая, что люди просто любили ездить в Италию. У них был маленький лодочек с итальянскими продуктами. И постепенно это все переросло в пиццерию. Переросло в пиццерию, потому что они все время ездили в Италию. И там учились делать пиццу. Покупали лучшие итальянские продукты. Привозили их в Чехию. Познакомились с итальянцами. А у нас история с шампанским точно такая же. Мы просто ездили. Сначала это было как хобби. Мы ездили во Францию особенно в шампань. Я просто все время учила. Не учила, я читала историю многих домов в шампане. Просто нравилось там ходить, гулять. В итоге это переросло в то, что у нас самый большой выбор шампанского в Праге. Причем это не то, что я там какую-то нам рекламу делаю. Нет, просто вот да. Когда это для души, а у нас-то начиналось как для души. Оно действительно Так, фотографировать. Давай отойдем. Это очень на самом деле может привести к хорошим результатам. Потому что мы действительно мы начали ездить. Потом нам под заказ кое-что привозили. Потому что шампанское, ну только в шампании может быть. И люди, которые разбираются в этом вине, они никогда не скажут на просеку шампанское. Или там на все, что с пузырьками. Вот. Очень много людей в этом разбираются. И главное, что нас поразило, что в Чехии очень много любителей настоящего шампанска. И так постепенно-постепенно мы пришли к тому, что это стало не только хобби. Не только хобби. Вот так. Мне вот сейчас читали про эту пиццерку, в которую мы идем. И что люди тоже... Да, мы просто читали. Да, это вообще хорошо, когда есть возможность получать удовольствие от того, что ты делаешь. Как бы вообще круто работать. Вот одна из моих, говорю, моя работа, это страхование. Я могу работать с любой точки мира. Я не привязана к Праге. Вот. Меня привязывает только это шампанское. Но зато я от него получаю удовольствие. Вот так вот. Людей тьма. Посмотрите, какой это дом красивый. Вот мы в прошлом своем видео сидели здесь, ели трубочки и нам накидали кучу серебряных монет на сдачу. Ну а дом какой красивый. Нет, ну в этот ресторан мы больше не пойдем. Мне ведь странно, только кафешку. Жарко и мелочь дают на сдачу. И платить карты не разрешили. Не, не то, что мелочь дают на сдачу. Мы должны были заплатить 250 крон, дали 400 и 150 крон нам накидали по 2, по 5 крон. Это вообще ужас. Этим мы возмущены по сей день. Заменито танцующий дом. Ну вот знаете, что мне не нравится? Вот эта надпись на нем. Видите? Офис, ну и номер телефона для аренды. Такое что-то из 90-х. Вот можно было эту рекламу иначе сделать. Рекламу. Ну такое, блин. Ну хотя бы вообще этот дом ну симпатичный. А он и столь. История, конечно, грустная. Ну все равно, как бы. Дом такой себе. Ну с другой стороны, Эйфелева башня тоже не всем нравилась. Вон муха сидит здесь посмотреть. А вот мы еще купили чешский национальный напиток. Кафола называется. Это своего рода чешская кока-кола. Даже, честно говоря, лучше. Вот она более, как как больше на травах чувствуется по вкусу. В общем, кто не пробовал, попробуйте. Но это такая, типа, чисто, 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 чисто чешская вещь. Да, ее особенно, например, в ресторанах чешских ее продают. Да, на разлив. На разлив. Как у вас. Да, да, да. Ее в Чехии везде на разлив в ресторанах, как у вас продают. Да, чешского она. Вообще мы сейчас находимся на самой большой площади Европы. Это называется Карлова намести. Площадь Карла. Вот. Ну, я тоже как бы удивляюсь, что она самая большая. Но это так, ну. Она как бы, да, разделена на два, потому что здесь трамва, ну, проезжая часть. Ну, там дальше продолжение площади. Вот. А нам еще идти 20 минут пешком по адской жире в пиццерию. А мы все идем. Это мы сейчас возле... Вы видите музей? Мы идем ровно. Прямо, вернее. Ровно. Ровно по-чешски. Ровнее. Ну, то есть прямо. Не в плане, что идем и не шатаемся. Мы идем прямо. Это мы вам показываем, где этот ресторан. Я покупала у нас ложечки для икры. А, да, вот у нас магазин с икрой. Так, и вот улица Белеградска. Так, и вот улица Белеградска. И мы, кстати, забежали, как, я не знаю... Да, мы как марафонцы. По такой жире в гору мы прибежали быстрее, чем должны были. И вот сейчас мы придем в эту пиццерию, о которой мы наслышаны. И вот сюда мы пришли, видите? Да. Да, Петро. Вот оно такое. Посмотрим. Говорят, очень инстаграмное место. Ну, да. Главное, в кухне можешь смотреть, какое-нибудь дело. И так. Ну, кстати, еще остановка трамвая, видите, есть. Остановка трамвая тоже называется Белеградска. Да, да, да. Здесь, кстати, остановится исторический трамвай. Это даже старый трамвай, видите, едет. Да, она на зонашке остановится. Да, это вот еще к тому, о том, как, говорю, здесь люди ездят за этими автобусами дурацкими, двухэтажными, которые вам ничего не покажут. Вот лучше, естественно, двадцать троечку и покататься на ней. А это за нормальные билеты? Да, за нормальные билеты, которые стоят там 30 крон. Так, все, идем. У нас едят с Грачан, мне кажется. Да, он с Грачан едет. Влада говорит, мест нет. Нет, но они открылись только недавно. У них пауза в паузу. Да, у них пауза и в пять часов они открываются. Мы включили раньше, мне надеюсь, мы раньше перед открытием. Да, мы бежали. В общем, вот какое инстаграмное место. Попробуем, какая здесь пицца. Вот, мы заказали себе пиццу с трюфелем и пармозаном. Ну, она стоит 450 крон. То есть, это где-то меньше 20 евро, 17 евро, что ли. Но зато она вот такая красивая и пахнет очень хорошо. Мы так по-рабоче-крестьянски ее режем. Я даже не помню, почему они ее только не режут. Ну да, вот единственное, что они ее не режут, конечно. Ну, все так итальянское здесь. Все из Италии. Да, все продукты здесь, все продукты из Италии, кстати, везут сюда. Ну, во всяком случае, так они говорят. Ну, попробуем. Пахнет, пахнет очень хорошо. Очень. Она очень вкусная. Вот, действительно, я забираю свои слова обратно. Я говорила, что, что может быть в пицце интересного или вкусного? Вот это очень вкусно. Ну, и еще плюс здесь, конечно, работает кондиционер, что очень хорошо. Здесь еще дают домашнее оливковое масло. Ну, он там стоит, искали, можно взять, чтобы его макать. Ну, очень вкусно. И такое тесто вкусное. Вообще, если я ем пиццу, то ем только внутренности, а тесто никогда. А здесь прям, это моя самая вкусная пицца в жизни, клянусь. Я не шучу. Причем, мы ели пиццу, помнишь, мы ели на Сицилии, в Неапаре, на Сицилии мы ели пиццу. Ну, я никогда не восхищалась ей. А вот это прям очень вкусно. Значит, шампани врубли. Что? Сколько? Впрочем, были мы в этом пиццерии. Всем, всем, всем рекомендуем, кто любит пиццу, кто не любит пиццу. Я вообще не люблю пиццу, но мне там очень понравилось. Это было неожиданно. И заплатили мы короче, около 20 евро пицца с этим солонежем, как это? пицца с трехлями. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень-очень-очень вкусно. Вот еще одно место. Смотрите, какой старинный трамвай здесь. Какое ретро. Вот впереди. Вот этот исторический, который едет на Град. Да. И вот этот трамвай, он ездит на Пражский Град и возвращается сюда. И вот он останавливается возле этой пиццерки. И повторюсь, вместо того, чтобы тратиться на дурацкие вот эти автомобили с открытым верхом, которые стоят дорого и вообще, я не понимаю, в чем прелесть кататься по Праге на вот этих машинах. Или на автобусах тем более. Или на конях, как некоторые ездят. Лучше сесть на 23-ку. Это специально на туристический? Да, это туристический маршрут. Стоит он там. Нет, ну, наверное, это не 30 крон, наверное, за 40 крон. Ну, нормальные езденьки. Ну, съезденька. Лучше взять от начала до конца, чтобы доехать. Взять за 40 крон билетик и проехать отсюда на Пражский Град. Да, вот он написан на Пражский Град. Вот видите, она отсюда доедет на Пражский Град. Вот такая красота. Едет через исторический центр. Да, через весь исторический центр. Это идет. Здесь, не знаю, первая основка. Да, посмотрите, какая красота. Какой малыш. Да. Там уже туристы сидят. Они местные, кстати. Потому что нормально на работу можно отъехать кому надо. А ну, посмотрим, кстати, бумажка. Прошла, уезд. Все, без центра. Просто они разные ездят, но вот это целый райдом. Да. И смотрите, там прямо внутри можно, если что, купить себе билет. Вот такие вот автоматы здесь стоят в трамвае. Просто карту плавите, прикладываете карту, покупаете билет, билет не нужно искать нигде. Прям в трамвае его купите. Да, он, кстати, сделанно по старинке все. Ну, да, он старый. Да, это туристы сидят. Так что, очень хорошая вещь этот трамвайчик. И билетик стоит 40 крон. Это 40, если вы весь маршрут проедете. На полтора часа. Да, полтора часа стоит. Билет в Праге они не по часу выйдут. Или полчаса. Да. Или полтора часа. Да, или полчаса, или полтора часа. Но если вы хотите посмотреть весь маршрут, берите здесь за 40 крон билетик. И вот этот красавец вас покатает. Вон новый приехал. Ну, это тот, что приехал. Одновнове есть. Это, да, более новый. Видите, отсюда видно. Ой, сейчас трамвай закрывает. Вот музей. Видите, отсюда виднеется. Смотрите, вот трамвай. А вот рядом какое красивое здание. Это отель. Какой он красивый. Резидент сидит здесь. Квартира еще. Ну, то есть вообще недвижимость очень дорогая в этом районе. Это королевские винограды. А ты слепали. Да, посмотрите, как красиво. И вот такие улочки безлюдные. Вот какая красота. Посмотрите, как красиво. Мне очень нравится. И оттуда такой шикарный вид. Ну, правда, не на центр города, но на красной крыше. И здесь тоже видно. Здесь Нусальский мост начинается. А, мост самоубийц. Здесь, да, здесь видно Нусальский мост. Где-то там. Ну, я думаю, из окон этого отеля видно. Да, смотрите. А вот так красиво здесь. И смотрите, нет толп людей. Сейчас мы еще сейчас мы еще одну очень красивую улочку покажем. И вот, смотрите, эта улица называется Американская. Это тоже Королевские винограды. О, давай, может, в этот парк зайдем еще. Паркечка высадок? Да. Давайте мы все вам покажем. Мы сначала вам покажем. Ой, фонтанчик. У меня вот эта вот Американская и здесь вот этот вот кругач. Да, этот кругач. Круг. А, круг. Круговой объезд, как бы, да? Или как бы, тут тоже куча кафешек кафешек таких миленьких. Кафешки, здесь как-то Абина Пинар, ну что ли, здесь вот там шампанское налило. Да. Ну как, наверное, и... И... Здесь ужетство очень много, а здесь местные. Да, есть местные и здесь... Нет, здесь очень много иностранцев, которые живут здесь. Живет здесь очень много иностранцев. Вообще, в Чехии живет очень много иностранцев. Особенно в Виноградах. Да, а это их любимый район. Тут много всяких итальянцев, мексиканцев. А у нас здесь очень много студентов. Да, да. Вот они все любят этот район. Они очень любят этот район. Такой красивый фонтанчик. Это новый ресторан, называется Драм. Вот. И он, что-то мне, для меня, что он очень популярный. Но он отсюда. Мы туда хотели пойти со словачкой. Посмотрели в санны и трибуны. Вот, и говорит, мы хотели туда пойти со словачкой. У нас Влада это что-то с чем-то. Влада, у него очень много друг. Это чей? Правда, вообще очень международный город. Лучшая подруга Влада, она словачка. Я когда слышала от нее слово Марина, а в словачку зовут Марина, я очень удивляюсь. Кто это такая? Как не словачка, так корейка. Нет, корейка есть. Да, и она всех называет вот так словачка. Их столько друзей, я думаю, по именам было бы тяжело уже потом определить, кто есть кто. Короче, Влада есть. Словачка, корейка, болгарин, француз, мексиканец, монголец. А, монголец, да. А кто еще? Очень много, да? Италианец. Италианец. Но самый главный костяк это словачка, болгарин, корейка, француз. И она их всех называет по национальности. А недавно мексиканец прибился к ее компании. И она как-то назвала его, как его зовут? Я не помню. Как по-мексикански. И она как-то его назвала, там, Холио Игнасиас какой-то. А я говорю, нет, Влада, говори правильно, мексиканец. Ну что ты тут вообще-то? Ты теряешь? Так. Смотрите, улица Коперника. Какие здесь красивые дома. И на этих домах есть ролеты. Это очень. Да, что редкость для Праги. Посмотрите, все окна закрываются. Но здесь, конечно, район шикарный. Да, и квартирки здесь стоят. Мы здесь живем рядом. Но не в таком эксклюзии. Ну, и наша квартира сейчас стоит, я не знаю, конечно, каких денег. Недвижимость в Праге так дорожает. Это что-то. Поэтому я боюсь представить цены в этих квартирах. Ну, красота, конечно. И вот тут рядом наш любимый парк. Мой уже не любимый. А почему твой уже не любимый? Мой любимый уже Реграча. Слушай, я там чаще наслежусь. Вот мой любимый дом. Он такой красивый. Он очень на Париже. Ну, здесь, кстати, флагшток. Здесь, может, какое-то посольство. Здесь, не-не-не, здесь фирма. Coworking and event. Это означает, что ты можешь пронаймовать. Ага, ясно. Это у нас такие акции. А, видите. Все всякие. У меня здесь одна девочка, которая работает для мисс. И вот, смотрите, какая красота здесь. У этих домов выходят окна на этот сад. Говличковой сады. Очень красиво здесь. Здесь, кстати, виноградники тоже есть. Здесь делают вино. Красота. Красота. А вот это знаменитый грот с фонтаном. Тоже очень такое фотогеничное место в этом парке. Ага. Какая красивая беседка. Деревянная. С шикарным видом на Прагу. Просто с шикарным. Это все в этом парке. Вот посмотрите, здесь черный виноград. Какой красивый. Из этого винограда здесь делают вино. Вот так вот. А когда вот в сентябре начинается сезон такого дела, как бурчак. Бурчак – это молодое вино. И очень вкусненькое. Вот здесь наливают местный бурчак. Бурчак из местного винограда. И это очень вкусно. Это очень вкусно и красиво. Потому что здесь очень красиво. И здесь еще красивый дворец есть. Ну, замок. Вот эти виноградники. И очень хорошее вино. Так что вот кто будет в Праге, я очень рекомендую это место. Особенно в сентябре, когда будет бурчак. Прям наливают его в стаканчики. Это очень вкусно. И атмосфера здесь очень хорошая. Как красиво. И посмотрите, как виноград красиво зреет. Кстати, здесь он такой прям крупный уже. Вот мы буквально недавно были в Шампане. Там еще нет такого винограда. Ну, там другие сорта, конечно. Я говорю, тут даже более сладкие. Там другие сорта. И там самый кайф начинается в конце августа, в сентябре уже. Вот видите, наверху этот замок Грибовка. Ну, его отсюда плохо видно, но он очень красивый. Очень красивый. А заканчиваем сегодняшний вечер мы в замке. В котором, как мы уже ранее рассказывали, мы арендуем место. Арендуем студию. И по вечерам здесь очень крутая атмосфера. Сейчас открыто кафе. В основном публика, которая здесь сидит, русскоязычная. Так совпало. Тут день рождения, смотрю, какое-то детское отмечает. А вообще люди сядут, очень красивая локация. Хорошая кафешка, красивый замок. И сейчас. И вот за замком, вот там, если обойти, по вечерам показывают старые фильмы. Летний кинотеатр. Ну, и вот так здесь все это выглядит вечером. 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 все всем спасибо что были сегодня с нами следующий раз мы увидимся в замке в старинном чешском замке в котором мы проведем ночь это был любимый замок франца кавки и в нем можно жить сейчас мы находимся в нашем любимом замке вот и еще всех всем кто будет в праге очень очень рекомендуем это место один русский язык вокруг вот так замок габриэллочи очень красивое место еще раз покажу а вот как красиво здесь все всем спасибо пока я помешала да